Добрый вечер, это первая студия, как всегда, об актуальном. Сегодня будем говорить о депутатской работе. Мой собеседник, депутат мажориста парламента Республики Казахстан, Вера Александровна Ким. Вера Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. И первый вопрос такой, конечно, сколько встреч уже провели в Павлодаре, в Павловской области? На сегодняшний день провела 21 встречу. Это не только встреча с населением, но и были организованы приемы граждан. То есть график работы насыщенный очень? Достаточно насыщенный, причем в этот раз выезды построены таким образом, что мы не просто встречаемся с населением, в большей части такие рабочие поездки, когда мы обсуждаем в том числе и действующие законопроекты, которые рассматриваются в стенах мажориста парламента, где мы непосредственно принимаем участие, и хотим услышать конкретные примеры, конкретные предложения именно тех людей, которые специализируются в той или иной сфере. Вот такие больше рабочие встречи. Скажите, когда вы езжаете из Астаны в регионы, как планируются вот эти встречи? То есть вы как-то заранее это все обговариваете или предлагаете местным властям? Вот как это все происходит? Я представляю партию Аманат, у нас есть здесь свой областной филиал, и в этой части, конечно, мы озвучиваем непосредственно свои пожелания, в том числе, например, вы знаете, что у партии Аманат буквально недавно создано женское крыло партии, в том числе я являюсь коакуратором направления женщины в науке, поэтому хотелось бы, конечно, организовать встречу с женщинами, которые связаны с научным сообществом, услышать тоже их мнение. Более того, к нам в стены мажориса зашли несколько законов, проектов, которые связаны именно с наукой, поэтому вот в этой части, конечно же, было бы полезно услышать. Плюс я представляю комитет по экологии и природопользованию. Конечно же, мы встречаемся и по темам, которые связаны напрямую с нашим комитетом. Была организована встреча с лесхозом, в том числе и, конечно же, на выездах. В наши районы мы, когда выезжаем, мы тоже встречаемся, обсуждаем разного рода вопросы, которые связаны с нашими тематиками. Плюс я являюсь тоже членом различных рабочих групп, и там, где есть, соответственно, вопросы, там, где мы хотим услышать позицию экспертов, мы тоже вот даем такие рекомендации и формируем наши совместные графики. В сельских регионах где вы побывали? Это Успенский район, это Павлодарский район, город Павлодар, село Павлодарское. Завтра мы выезжаем в Кебастуз, вот, и вот таким образом у нас построена работа. Скажите, вот сельчане особенно, о чем говорили там, на селе? Вы знаете, вопросы, конечно, разного характера, и по итогам я являюсь депутатом, вы знаете, да, второго, уже дважды была депутатом, прошлого созыва, седьмого, да, и восьмого. Единственное, в прошлом созыве я была депутатом социально-культурного комитета, и за это время могу сказать о том, что, конечно, вопросы, они чаще всего связаны именно с решением на местном уровне, да, то есть в подведомстве местных исполнительных органов. Поэтому мы совместно выезжаем не только депутаты, мы жили с парламента, да, сами, но и выезжаем совместно с депутатами обоснованного маслехата, да, и районного маслехата, в том числе, для того, чтобы можно было уже там на месте решить какие-то конкретные вопросы тех или иных граждан. Вот, и, соответственно, вопросы, которые беспокоят сельчан, в большей части они связаны в том числе с различными программами, которые сегодня у нас есть, например, программа с дипломом в село, да, у нас озвучивают по расширению перечня, да, тех специальностей, которые поддерживаются в рамках этой программы. К тому же очень важно озвучивали в нескольких районах у нас вопрос по поводу поддержки строительства благоустроенных квартир двухэтажных, да, именно домов двухэтажных благоустроенных квартир, для того, чтобы молодые специалисты из сферы образования, здравоохранения, да, для того, чтобы они могли, ну, скажем так, полноценно не только работать, но и, соответственно, проживать, потому что все-таки те подъемные средства, которые сегодня у нас выделяются, да, из государственного, вот государство предоставляет возможность для поддержки именно такой категории населения, а молодые люди, когда будут приходить вечером домой уже уставшие, да, и тем более, если кто-то никогда не жил в сельской местности, да, и ему скажут, мы тебе дадим подъемные средства, плюс дадим уголь, то, конечно, это ведет, наверное, в шок молодых специалистов, и я думаю, что это связано с тем, что достаточно большое количество именно городской молодежи не хотят выезжать в сельскую местность. Поэтому, конечно же, если будет квартира благоустроенной, то таким образом мы будем увеличивать приток молодых специалистов в сельскую местность. Ну, только так мы сможем их привлечь, я думаю, в мире, создавать инфраструктуру необходимую. Вот какие вопросы вы взяли на карандаш, вот что-то записывали, что повезете? Ну, достаточно большое количество вопросов, из них прямо на месте мы формировали письма, которые были обращены непосредственно депутатами из Павлодарского региона, да, в том числе, они связаны и с изменениями, да, и дополнениями в различные нормативно-правовые акты, да, в постановления, в приказы министров, да, в том числе, конечно же, есть ряд вопросов, которые мы обсуждали здесь на месте с исполнительными органами, да, с нашими депутатами. И, конечно же, это вопросы, связанные с жизнедеятельностью именно сельчан, в том числе, я уже говорила по расширению перечня, да, в том числе в сельском местности говорили о том, что, например, сегодня есть определенного рода, например, ну, скажем так, направление, которое поддерживается с точки зрения ветеринарии, но именно специальности по сельхозхозяйственной деятельности, они не предусмотрены, да, для того, чтобы поддержать как-то специалистов, работать именно по специальности, да, то есть мы говорим о том, что наша основная задача сегодня, да, сделать так, чтобы сельская местность, да, проживала, ну, фактически до уровня городских, да, жителей. Вот в этой части, конечно же, есть предложение поднять заработную плату в течение первых трех месяцев для тех специалистов молодых, которые закончили по специализации сельхозхозяйственной деятельности. Чтобы они все-таки поехали на село и работали и остались. Да, то есть, получается, какая боль у сельчан, потому что идет отток населения в любом случае. Да, и наши молодые специалисты после окончания, да, учебных заведений, начинают туда устраиваться в течение года, понимают, что это низкооплачиваемая деятельность, да, что она не приносит определенного рода, там, ни моральной, ни финансовую прибыль, и, конечно же, они уходят и получают другую специализацию, квалификацию, и работают не по специальности. То есть эти вопросы вы будете уже поднимать на железе? Да, плюс очень много вопросов, связанные с материнством, с детством, в том числе были, ну, вопросов, честно говоря, очень много, вопросы, связанные с экологией, да, у нас вопросы, мы встречались с медиками, главврачами, фармацевтами, тоже достаточно большое количество вопросов, которые сегодня поднимают, и во всех районных больницах от главврачей звучит, конечно, все время такая боль, да, это, конечно же, кредиторская задолженность, да, то есть огромная кредиторская задолженность формируется у больниц, особенно районных, вот, и таким образом, конечно же, ну, достаточно большая проблема для главных врачей, особенно для тех, кто, ну, приехал из города, да, либо молодые специалисты, и вот в этой части, конечно, им необходима помощь. Тоже взяли на карандаш, да, это проблема? Да, да, вот все, я могу сказать о том, что по итогам всех встреч, да, формируются, мы прописываем все вопросы, все конкретные предложения, все письма, которые отправляются на наше имя, то, безусловно, мы по окончанию, уже по приезду в Астану, мы все эти вопросы передаем, формируем во фракцию, наша партия Аманат, и уже в дальнейшем она, конечно же, будет на контроле у меня, если это личный вопрос был, да, ко мне, и у депутатов Павлодарского региона. А были личные какие-то просьбы? Ну, личные просьбы, они, честно говоря, были, безусловно, но, к сожалению, они не решаются на уровне законов, да, проблемы, которые связаны, например, с приобретением специализированного питания для ребенка, имеющего инвалидность, да, то есть то, что входит в перечень бесплатно, да, по получению медикаментов детского питания, то, соответственно, не подошло к питанию это ребенку, и необходимо приобретать за собственные средства. Такие индивидуальные, да, какие-то случаи, да? Да, да. Скажите, вот были ли вопросы, которые, в принципе, могли решиться на местном уровне? Которые, по идее, должны решать ваши коллеги, депутаты областного маслехата, районного маслехата? Ну, чаще всего такие вопросы есть, чаще всего депутаты маслехатов знают эти вопросы, потому что они все время, да, то тоже выезжаются, часть с населением, вот такие вопросы есть, и в большей части, конечно, они решаются. Почти все вопросы связаны с финансированием, да, чтобы было правильное понимание, и, конечно же, здесь, несмотря на то, что республиканский бюджет, вы знаете, если раньше формировался, да, все регионы отправляли деньги в республику, да, в республиканский бюджет, сегодня мы говорим о том, что у нас формированы трансферты общего характера, и есть больше возможностей, в том числе финансовых, у руководителей регионов, да. Да, ну, соответственно, есть больше самостоятельности, есть больше денег, соответственно, есть больше спроса и ответственности, да, за эти деньги. И, соответственно, бюджет каким образом формируется на сессии маслехата, да, это, соответственно, бюджетная комиссия создается, и мы рекомендовали, чтобы эти вопросы подавали правильно заполненные, да, с обоснованиями заявки, для того, чтобы депутаты, в том числе и наши фракции, могли отстаивать перед депутатами бюджетной комиссии на сессии Маслихата. Вера Александровна, я знаю, что вы входите, вы сами сейчас тоже сказали, в состав экологической комиссии. Этот вопрос для Павлодара очень актуален. Вы знаете, что, к сожалению, мы лидируем в плане загрязненности, в плане экологии у нас не очень хорошая обстановка. Вот скажите, пожалуйста, какие, мне кажется, одна из проблем этого обеспечения водой. В этом году, вы знаете, было мало попусков. Этот вопрос как-то поднимается? Да, этот вопрос поднимается. Безусловно, мы знаем об этой проблеме. Более того, наш коллега, депутат, мы жили с парламента, Ашимбетов, Нуржан Кемирович, он сам выезжал тоже в Байнаульский район, встречался с населением, соответственно, от имени депутатского корпуса. И, конечно же, этот вопрос мы поднимали также на уровне мажориста парламента. Поэтому вопрос, мы знаем, что есть такая проблема, и на уровне мажориста парламента он также, конечно, есть на повестке. А это вот такой глобальный вопрос. В то же время у нас есть розовое наше знаменитое озеро, которое в этом году тоже засохло и очень много внимания привлекало. По нему какое-то решение есть? Насколько я знаю, была сформирована комиссия в том числе, республиканская, выезжали. И, конечно же, здесь нужно говорить о том, что нужно использовать такую более квалифицированную комиссию числа экспертного научного сообщества. И, конечно же, очень жалко, что в свое время, когда в средствах массовой информации, в социальных сетях люди начали повсеместно рекламировать это озеро. И, конечно же, в том числе и благодаря, наверное, не в очень хорошем смысле, люди начали выезжать. И, соответственно, начали вот эту всю экосистему, соответственно, нарушать. Поэтому здесь очень важно не только, наверное, привлекать местные исполнительные органы, на уровне правительства решать вопросы, но и, конечно же, соответственно, проводить информационную разъяснительную работу среди населения. Проблема такая есть. Я думаю, что сегодня на уровне правительства тоже она поднимается. Но очень важно сегодня понять на уровне экспертного сообщества, какие конструктивные меры должны быть приняты для дальнейшего сохранения и Розового озера. И для того, чтобы действительно была возможность как-то поддержать. И вы тоже сами в курсе, когда люди начали массово тоже выезжать, и забирать эту соль, собирать, и использовать в каких-то таких личных целях. Поэтому, конечно же, это для нас очень большая проблема. Вопрос по поводу лидирующих позиций, вы говорили, по поводу выбросов. Здесь, конечно, неутешительно, что именно наш регион является в лидирующих таких позициях. Антирейтинга, назовем это так. То мы встречались в первый день выезда в Павлодарский регион. Депутаты мы уже с парламента встречались с Акимом области. Мы тоже задавали этот вопрос. Акимом области сказала, что разработана соответствующая программа. В этой части в течение ближайших пяти лет. Но, как и заверено Акимом области, это будет раньше, чем пять лет. В течение двух-трех лет проводится замена фильтров современных на предприятиях. Новых фильтров, которые, соответственно, скажем так, будут достаточно качественными. И выбросов в атмосферу будет гораздо меньше. То есть это специализированные фильтры будут более мощные, которые будут использоваться. Воздух станет чище. Мы на это надеемся. Мы надеемся. В самом начале разговора вы сказали, что курируете тему «Женщина и наука». В Павлодаре ни с кем не удалось светиться еще с нашими женщинами в науке. Вы знаете, у нас встреча запланирована на четверг. Поэтому мы будем встречаться с женщинами, которые работают в науке именно в четверг. Мы тоже хотим узнать их позицию. А в партии «Амманат» мы непосредственно занимаемся этой деятельностью вместе с кунцулой Закаря Дальтуновной. Поэтому это такая очень именитая, мощная, я бы сказала, женщина, которая действительно продвигает вопросы, связанные с наукой. Вот это олицетворение женщины в науке у нас. Поэтому в этой части мы надеемся, что именно в части по поддержке не только научного сообщества, женского сообщества, но и молодых наших специалистов. Начинающих ученых. Да, конечно же, будет также по поддержке и с точки зрения нашей партии. Потому что, вы знаете, у нас есть дорожная карта. Мы с предвыборной программой выходили в рамках этой дорожной карты. У нас есть прописано это и повышение стипендий для научного сообщества, и по поддержке научных проектов и так далее. Поэтому в этой части, конечно, нашей партии проводится большая работа. Ты знаешь, сегодня вы встречались с приемными семьями. И поднимался вопрос, он уже тоже несколько лет муссируется в обществе. Это вот введение профессиональной семьи, да? Приемной профессиональной семьи. На какой стадии этот вопрос сейчас? Сейчас в стенах мажориста парламента мы обсуждаем данный законопроект. Он инициирован не депутатами, он инициирован правительством. Вот в этой части новшества, которое предлагает сегодня министерство, прежде всего, это новое, назовем это так, до этого у нас существовало три формы пребывания детей в семье. Сегодня у нас уполномоченный орган предлагает ввести четвертую форму пребывания детей в семье, да, размещение. Это профессиональная приемная семья. Отличие заключается в том, что если в трех предыдущих формах пребывания детей в семьях оно заключалось до совершеннолетия, то есть ребенок находился до совершеннолетия, то эта форма предполагает именно временное пребывание, то есть от нескольких недель до нескольких месяцев, да, то есть минуя различного рода напрямую учреждения, временного пребывания, в том числе такие, как детский дом. В этой части предлагается также инновация в стоимости, да, имеется в виду по поддержке от государства и именно профессиональных приемных семей. Если приемные семьи до этого получали 35 МРП, на каждого ребенка 10 МРП, то сейчас предлагается за каждого ребенка 10 МРП, за каждого родителя, то есть если родитель, например, не будет работать, а находиться только все время с детьми, до 70 МРП, то есть если оба родителя будут заниматься только детьми, они будут получать в совокупе 140 МРП. В том числе и ограничения по количеству детей, это до 4 детей, может взять только одна профессиональная приемная семья. И отличие заключается в том, что профессиональная приемная семья не может выбирать детей. То есть предыдущие три формы вы можете выбирать детей. Здесь, то есть если ребенка, например, изъяли, да, то сразу же этого ребенка отправляют в ту семью, которая, назовем так, свободна и готова принять. В данный момент ждет ребенка. Да, и в том числе, конечно, с этой семьей проводится достаточно большая работа. Они также собирают документы, справку о состоянии здоровья, о заработной плате и так далее, то есть жилищно-бытовые условия и прочее. То есть очень много новшеств, нововведений, которые сегодня предлагают данный закон. Эта инициатива находит поддержку у депутатов? У коллег ваших? Вы знаете, честно говоря, ведутся такие очень бурные дискуссии в этой части. Да, мы в большей части, конечно, поддержим, но у нас возникает достаточно много вопросов, которые мы сегодня ставим перед уполномоченным органом. То есть еще все на период обсуждения? Обсуждения, да. Поэтому для нас очень важно, почему мы сегодня тоже проводили эту встречу, очень важно услышать по позиции как самих семей, да, так и органов опеки, да, государственных органов. И все стороны выслушать. Да, общественных объединений. То есть нам важно, насколько они поддерживают, насколько есть понимание. Все-таки основная, одна из задач, которая сегодня ставится в нашей стране, это уменьшение детских домов, да, и таким образом, получается, профессиональные приемные семьи для этого вот этот институт вводится. И вот этот институт вводится, да. Вводится. Скажите, над какими еще законопроектами вот в данное время работаете, в этом году на жилис будет работать? Чем порадуете казахстанцев? Ну, достаточно много законопроектов у нас сейчас в стенах. Ну, так, если прям вспомнить, из интересного, наверное, да, для нашего населения, возможно, это законопроект, который был инициирован нашими коллегами, депутатами. Это электромобили, да, законопроект по электромобилям, да, возможно, для кого-то он покажется сказочным, да, еще нереальным, недосягаемым. Но в то же время мы говорим о том, что сегодня первое мы таким образом все-таки попытаемся снизить выбросы, да, для того, чтобы ставить вопросы экологии, если мы говорим про зеленую экологию, да, экономику в целом в этой части. Плюс, конечно же, мы говорим о том, что электромобили, они дают возможность, да, все-таки идти в ногу со временем, да, потому что все-таки во многих странах, и сегодня мы видим тенденцию, что с каждым годом количество электромобилей в Казахстане увеличивается. Вот, а также законопроекты, если говорить о более таких серьезных, да, конечно, рассматривается законопроект по бюджетным кодексу, да, у нас есть законопроекты, вот, о котором мы сегодня говорили, связанные с об образовании, да, о внесении изменений дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам образования и защиты прав детей. У нас есть достаточно большое количество законопроектов, которые сегодня рассматриваются, зашли ряд законопроектов, связанные с наукой, они инициированы, несколько законов инициированы депутатами как Сената, так и Можилиста, и зашел тоже аналогичный закон, который инициировано правительством. Вера Александровна, я благодарю вас за уделенное время, плодотворной вам работы на благо казахстанцев. Наш эфир подошел к концу, встретимся на телеканале Иртас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова